Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу сегодня кандидат философских наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Здравствуйте, господин Юдин. Здравствуйте. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопрос, также пишите в WhatsApp 230-6191. В одной из своих лекций вы сказали о том, что социология, это цитата, это наука о том, что мы привыкли называть здравым смыслом. В то же время, опять же, принято считать, что социология – это исследование общественного мнения. Может быть, это заблуждение. Но нередко социологию ассоциируют именно с опросами различными, социологическими. Вот насколько это верно? Чисто исторически это абсолютно неверно. Социология не занимается опросом общественного мнения и, в общем, не имеет никакого отношения. Если вы посмотрите современные работы по социологии, то вы крайне редко найдете там упоминание термина «общественное мнение» и довольно редко найдете там данные опроса в общественном мнении. Две разные дисциплины. Опросы общественного мнения исторически возникли в Америке в том виде, в котором мы их знаем. Сегодня, в 30-е годы, они возникли на пересечении социальной психологии, исследования рекламы, отчасти политической теории и чуть позже политической науки. Социология, в общем, никогда не имела к ним прямого отношения. Можно ли говорить о том, что социология стала жертвой стереотипа, существующего в отношении этой науки? Во многом да. Ну, вот если, там, действительно выйти на улицу и спросить человека, о чем занимается социология, то часто ответит опрос общественного мнения, особенно в России. Я, кстати, не знаю, как, в принципе, с этим стоит дело на постсоветском пространстве, но вообще этот стереотип, он особенно распространен в России, просто потому, что здесь у социологии не такая большая свежая история. И когда здесь пытались в советское время привить опрос общественного мнения, обычно, там, более-менее неудачно, вплоть до середины 80-х годов, то это называли социологией. Собственно, здесь опрос общественного мнения появились в середине 80-х годов, это вдохновение в ЦИОМа, чуть раньше, чем, собственно, появилась, была разрешена социология как дисциплина. Вот с этим связано отчасти такое смешение. Я вообще даже немножко нескромно воспользовался бы случаем и тослал к собственной книжке, которая вот-вот выходит в лидерации Европейской университеты, просто там есть ответы на все вот как раз эти вопросы. Насколько объективны сегодня... Это как называется общественное мнение. Насколько объективны сегодня социологические опросы, которые проводятся в том числе в России, и насколько они объективно отражают настроение и действительность? Есть два... Люди вообще, как мы знаем, сегодня в России не очень доверяют опросам общественного мнения. Есть такие забавные опросы общественного мнения, которые спрашивают у людей, доверяете ли вы опросам общественного мнения. И результаты, в общем, не очень высокие, хотя мы понимаем, что это внутреннее противоречие, и такой опрос задавать нельзя. Но даже там результат не очень высокий. Почему эти забавные не очень высокие? Но часто считается, что опросы общественного мнения проводятся нечестно, в том смысле, что данные фальсифицируются, фабрикуются и так далее. В целом, это убеждение неверное. Если мы говорим о вопросах на национальном уровне, которые проводят сейчас три основные большие компании. Это СОМ, это общественное мнение, это Левада-центр. У нас такая олигополия сложилась довольно искусственным образом. Вот они, как правило, во-первых, они не фабрикуют данные, за редчайшими исключениями, которые, на самом деле, довольно быстро становятся известны. И они, в общем, максимум, что могут делать, это манипулировать вопросами, но это специалисты быстро могут заметить. Поэтому вот это опасение ни на чем не основано. Есть другое, более обоснованное опасение. Часто нам опросы общественного мнения выдают за такой, знаете, референдум, за такое моментальное измерение воли народа. Вот если мы хотим узнать, какова воля народа, давайте проведем опрос и все узнаем. Вот это действительно ошибка. И когда люди не доверяют инстинктивно опросам общественного мнения, на самом деле, они во многом правы, потому что опросы общественного мнения, конечно, не могут никакую волю народа измерять по целому ряду причин. Я мог бы о них долго говорить, но давайте скажу просто хотя бы об одной из них, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну вот когда мы смотрим, скажем, на результаты голосования, первый показатель, на который мы смотрим всегда, это какой показатель? Это ярко. Это сколько людей явилось. Скажем, если у вас победитель набрал, не знаю, 80%, а реально явилось 10%, ну, значит, у него 8% голосов поддержки. В случае запроса общественного мнения, к сожалению, нам почти никогда не рассказывают, уровень ответов. А между тем, уровень ответов на опросы общественного мнения еще ниже, чем и без того низкий уровень явки на выборы в России. Да, если явка на выборы там где-то находится обычно в районе 20%, то опросы общественного мнения дотягивают и до этого. Поэтому, на самом деле, правда стоит в том, что опросы общественного мнения про подавляющее большинство населения ничего не знают. Когда говорят о том, что Владимир Путин является самой популярной политической фигурой, его поддерживает более 70% россиян, насколько это справедливая оценка, учитывая, что, опять же, основывается на данных социологических опросов в том числе? В такой форме, как вы сказали, несправедливая. Мы ничего не знаем про 70% россиян. У нас 90% россиян просто не участвуют в этих опросах. Конечно, мы не можем строго доказать, что всегда, когда, скажем, мы проводим новые опросы, получаем процент ответов в 10%, что бывает довольно часто, что это всегда одни и те же 10%. Но, в общем, у нас есть косвенное основание предполагать, что дело обстоит именно так, что, в общем, более-менее одни и те же сравнительно лояльные группы, которые, ну, в общем, реагируют позитивно на приглашение участвовать в опросе, что они обычно и отвечают. Другие группы, которые, как правило, в гораздо большей степени разочарованы в принципе вопросах или в коммуникации с государством, а опросы в России в значительной степени воспринимаются именно как коммуникации с государством. Так вот, другие группы, которые менее лояльные и более автономные, они с большей вероятностью будут отказываться. Поэтому мы, конечно, не можем говорить на основании этих данных, что 70% россиян поддерживают Владимира Путина. Потому что 70% опрошенных – это пожалуйста. То есть, когда говорят о погрешности, о двух допустимых процентах погрешности, что имеется в виду в первую очередь? Я сейчас немножко уйду в такие тонкости и детали. Оставите меня, если будет сложно. Но вот есть два типа ошибок. Одна ошибка, которая возникает в вопросах, это как раз та ошибка, по которой вы сказали. Это погрешность или случайная погрешность. Она действительно на обычных выборах где-то в районе 2,5%. Что это значит? Это значит, что поскольку выборка, ну, она же не говорит, она не состоящая из всех членов совокупности, которые мы исследуем. То мы можем сказать, что, скажем, показатель того или иного параметра составляет 70% плюс-минус 2,5%. Может быть, если мы возьмем другую выборку, то он будет чуть меньше, чуть больше. Но, в общем, с вероятностью примерно процентов 95, он будет внутри 2,5%. Но это, на самом деле, не очень интересная история. Гораздо более интересная история. Это вот не случайная ошибка, про которую я только что говорил, а так называемая систематическая ошибка. Она как раз возникает из-за того, что мы обсуждали минуту назад. Из-за того, что некоторые группы, на самом деле, вообще недостижимы для опросов, или, по крайней мере, их достижимость гораздо меньше, чем другие группы. Вот такую ошибку невозможно померить изначально. Мы, на самом деле, не знаем ее величины, и можем только догадываться, какова ее величина. У нас есть все основания предполагать, что в текущих условиях личная эта ошибка очень большая. Собственно, именно поэтому опросы так часто промахиваются, скажем, с предсказанием результатов выборов. То есть, можно здесь как раз вспомнить историю с Брекситом, когда опросы показывали, что Брексита не будет, но, тем не менее, те слои населения, которые никогда не ходили на выборы, не участвовали в референдумах, они вдруг встали, пошли, и Великобритания сейчас пытается выйти из Евросоюза, как мы видим. В последнее время вообще опросы стали проваливаться довольно часто, и это не какая-то чисто техническая проблема, а эта проблема как раз связана с тем, что начинает немножко перестраиваться политика во всем мире, включая, кстати, и Россию. Все больший вес приобретают разного рода, называемые, антисистемные движения. То есть, не движения, которые там, скажем, усиливают одну партию противорез другой, а движения, которые направлены против системы в целом. Ну, вот мы видим, действительно, Брексит – это чисто антисистемное движение, никому в системной британской политике этот Брексит не нужен, как мы видим сегодня, предельно ясно. Там избрание Дональда Трампа – это, конечно, антисистемный кандидат, по крайней мере, он себя так позиционировал. Там провалы с предсказанием опросов в Германии, когда антисистемные движения получают больше. Те случаи, когда опросы промахивались в России, это тоже были все случаи, когда на сцене появляются антисистемные политики движения. Почему это важно? Это важно именно потому, о чем мы сказали, что за тех, кто против системы, начинают выступать люди, которые, в принципе, от системы не видны, и которые опросами не схватываются. То есть, у них нет никакого интереса участок опросов. Тогда они могут прийти и в раздражении, часто эмоционально, протестным образом высказаться за какое-то решение и за этот вопрос промахивались. Но количество участников опроса, насколько это имеет значение? Или же для объективной картинки, куда важнее это выборка респондентов? Я вспоминаю вашу лекцию и историю, вы рассказывали о том, как Гэллопу удалось предсказать победителя выборов тогда, вот как раз по этой методике. Да, но, собственно, эта методика и возникла в середине 30-х годов благодаря Гэллопу. Точнее, она возникла чуть раньше, потому что Гэллоп стал первым, кто ее так массивно и очень эффективно применил в политике для предсказания выборов. Он конкурировал в этот момент с американским журналом Literary Digest, который делал там многомиллионные выборки и долгое время подал в точку. А в какой-то момент, в 1936 году, когда там Рузвельта впервые переизбирали в Америке, то Literary Digest предсказал ему поражение, используя свою гигантскую выборку. Гэллоп провел небольшой опрос, там, на несколько тысяч человек, и предсказал ему победу. Более того, еще и имел наглость заранее предсказать, что Literary Digest ошибется, и почему конкретно ошибется, и какой конкретно будет размер этой ошибки. С чем это связано? Это связано с тем, что на самом деле репрезентативность исследования, вот здесь такое магическое слово репрезентативность, которое все знают, репрезентативность опроса никак не связана с объемом выборки. Вообще никак. Опросили вы миллион человек, сто тысяч человек, тысячу человек, десять, даже одного человека. Репрезентативность от этого никак не зависит. От этого зависит, как мы говорили выше, случайная ошибка. Чем больше объем выборки, тем погрешность становится меньше. Скажем, на уровне полторы тысячи респондентов она составляет примерно 2,5%. Если вы хотите ее там, если вам позарежно нужно ее опустить до 1%, вам придется разогнать выборку тысяч до 10-15%. Но репрезентативность не зависит от этого никак. И ГЭЛ именно этим воспользовался, потому что Literary Digest рассылал анкеты более богатым избирателям, и они были более склонны голосовать за консервативного кандидата. А когда ГЭЛ провел репрезентативную выборку, маленькую, но репрезентативную, то она охватила разные слои, и он увидел, что настроение в более белых слоях гораздо более благословно и крутит. Валерий Федоров, глава ВСОМ, который был гостем нашей программы, абонент доступен, сказал о том, что публикация опросов, общественного мнения, результатов накануне выборов практически никак не влияет на эти результаты. Есть мнение, что как раз это является одним из инструментов воздействия на аудиторию, что партии, которые, допустим, получают достаточно много, они публикуют как рекламу, что вот смотрите, сколько за нас голосует, голосуйте за нас тоже. Насколько это справедливо, и насколько это эффективно? Во-первых, это многократно доказанный эффект, что опросы, конечно, имеют воздействие на результаты выборов, потому что они создают наше представление о том, как вообще устроено политическое поле, кто на нем какие шансы имеет. Представьте себе, представьте себе, что завтра опросы исчезают. На следующих выборах вы идете голосовать, не зная вообще ничего о том, кто фаворит, у кого какие шансы, кто сколько процентов имеет по этим опросам, какие отрывы и прочее. Конечно, результат будет совершенно другой. И другое дело, что мы на самом деле никогда точно не знаем, как именно влияют опросы, потому что есть два типа эффектов. Один, так называемый эффект присоединения к большинству, когда люди склонны голосовать за того кандидата, который имеет больше шансов, а если они верят, что их кандидата шансов не имеют, они не пойдут или не будут голосовать за него. А другой эффект, противоположный, как раз эффект демобилизации сторонников лидера, потому что ты видишь, что твой кандидат, в общем, вроде бы выигрывает, ну, как бы зачем мне туда ходить, он и так выиграет. Вот в этом смысле, да, они могут друг другу равновешивать. Но, конечно, в текущей российской ситуации то, что мы фактически пришли к состоянию такого перманентного референдума, когда людям каждый день из телевизора и других связей с массовой информацией каждый день говорят о том, каковы рейтинги, каковы проценты, каковы проценты поддержки, как будто бы каждый день мы имеем такое на всенародное голосование. Это, конечно, очень сильное воздействие имеет на людей и есть, ну, это на самом деле сегодня один из ключевых инструментов вообще легитимности для российского режима, собственно, поэтому он, его можно назвать плебисцитарным, потому что он вот в помощи этого плебисцита все время производит из себя политическую легитимность. Люди действительно, ну, в России действительно очень большое значение имеет то, что люди убеждены в том, что сегодняшняя элита или политика импроводимая, она имеет поддержку большинства, и даже если они сами не поддерживают такую же политику, они думают, ну что же, большинство зазна, что я буду делать. Вот как раз ваша лекция на тему России как плебисцитарная демократия, вам была однажды даже в ней отказана, как вы говорили, причем без объяснения причин, там одна из площадок, могли бы вы пояснить, во-первых, наверное, что такое плебисцитарная демократия, и почему она именно имеет отношение к России? Плебисцитарная демократия, это такой, на самом деле, более-менее технический термин из политической теории, который, на самом деле, очень интересен, потому что он описывает многие из сегодняшних режимов, и в наиболее радикальном виде он очень хорошо подходит, например, режимам типа российского. Если говорить совсем коротко, то плебисцитарная демократия, это идея, которая появилась примерно в начале 20 века, у некоторых теоретиков, которые, в общем, были настроены как бы антидемократически, они не верили в демократию, считали, что это безответственный режим, который не может существовать, но при этом понимали, что такое начало 20 века, это время, когда выходит на сцену масса, причем не просто выходит на сцену, они получают максимальное влияние в истории, это момент расширения избирательного права в большинстве стран мира, именно в это время избирательное право достигает таких размеров, к которым мы привыкли, то есть все женщины получают право голосовать потихонечку, снижается возраст голосования, то есть примерно контингент избирателей становится похожим на тот, который мы им взяли сегодня, и наиболее трезвомыслящие люди из антидемократов понимали, что запихать это обратно вдруг не получится, не получится просто этих людей лишить право голоса, что тогда делать, если они считают, что на самом деле массы не способны ничем править, они глупые, безответственные, нельзя давать право принимать решения, ну что, тогда нужен сильный лидер, фюрер, термин, который использовался немецкими теоретиками, который, собственно, будет получать все время поддержку напрямую от народа, от масс, и будет принимать ответственные решения, при этом роль масс в этом отношении сводится исключительно к тому, чтобы голосовать на этих самых плебицитах. Чем плебицит отличается от выборов? Что на самом деле на плебицит нет никаких реальных альтернатив. Всем понятно, какое голосование ожидается от масс, и массы производят то, что в теории называется латинским словом аккломация. То есть они так с помощью этого голосования бурно поддерживают лидера. И он получает от них мандат фактически на почти неограниченную власть, потому что он как бы возвышается над всей политической системой, над всеми партиями, над всей бюрократией и так далее. И вот он берет на себя реальную ответственность за страну. Конечно, это, к большому счету, это авторитарная модель. Собственно, те, кто ее придумал, они особо в этом не скрывали. И интересный факт состоит в том, что, конечно, сегодня, когда демократия начинает ассоциироваться в первую очередь с выборами, спросить там человека на демократии, люди часто скажут, ну, как, ну, вот и выборы. Так вот, является историческим демократическим институтом. А во-вторых, хотя выборы могут быть частью демократии, но когда вся демократия сводится к выборам, мы получаем вот этот плебисцитарный тип режима, который имитирует, ну, или, по крайней мере, производит такую демократическую регулярность для того, чтобы у него был сильный лидер, а масса, на самом деле, не имели никакого реального реального поэтика. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Мы социолог и философ Григорий Юдин с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Абонент доступен» в эфире, в студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, и с нами на прямой связи Григорий Юдин, социолог и философ. Здравствуйте, еще раз. И у нас телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Слушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Глеб, и у меня вопрос к господину Юдину. Вот, господин Юдин, вы понимаете, что вы сейчас говорите о демократии и выборах в России, в стране, в которой 20% населения на законодательном уровне лишены права голоса от слова вообще, то есть не имеют права голосовать по этногеографическому признаку. И второй вопрос у меня, вы понимаете, что все, что вы сейчас скажете в отношении ситуации в России, и выборов в России, будет использовано во вред России. Спасибо. Спасибо. Ну, видимо, я поясню просто, речь идет о негражданах Латвии, это 10% примерно населения, которые лишены возможности избираться и избирать органы власти. А, так речь шла о Латвии? Это о Латвии, судя по всему, радиослушатель сказал, что вы, будучи в эфире латвийской радиостанции, ну и так далее. Я просто поясняю ситуацию. Я должен в этом смысле честно признаться, что ты не специалист в латвийской ситуации, насколько мне известно, да, конечно, в Латвии очевидным образом не решена принципиальная проблема гражданства, и, в общем, для любой демократии это сегодня ключевая проблема, вопрос о том, кто внутри и кто вовне. Тенденция современной демократии, конечно, это экспансионистская тенденция, в том смысле, что сегодня мы видим запросы новых и новых категорий на то, чтобы они были включены в принятие демократических решений, и в этом смысле запрос русского населения в Латвии на то, чтобы оно имело полное право принимать решения в демократическом государстве, я думаю, что можно только поддержать, но я еще раз я не специалист. Что касается второго вопроса, наш радиослушатель спросил, не считаете ли вы то, что вы говорите, может быть использовано во вред России? Так он сформулировал. Не считаю. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефон на прямого эфира, звоните нам, задавайте вопросы, Григорий Юдин у нас на прямой связи сегодня. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров, мы его упоминали уже в первой части, он также был в нашей программе, и он как раз, кстати, усомнился в объективности вопросов центра по поводу незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, так как там не было варианта ответа о незаконности действий мэрии. Он сказал в том числе, что будет разбираться по этому поводу с сотрудниками, и также он отметил, что уровень протестных настроений в России он невелик, несмотря на то, что люди все-таки выходят на улицы в большом количестве, вот что вы думаете по этому поводу? Это два разных вопроса. Первый вопрос действительно связан с ошибкой, которую ВЦИОМ допустил пару месяцев назад, когда проводил опрос об отношении к московским протестам, и, ну, я не знаю, детально Валерий эту ситуацию осветил. Ошибка встала в том, что в ситуации, когда реально в политическом поле борются две интерпретации ситуации, то есть одна интерпретация состоит в том, что кандидатов не зарегистрировали по закону, а вторая интерпретация в том, что это было сделано не по закону, и, соответственно, дальнейшие митинги были в полном соответствии с законом или, наоборот, противозаконами. Когда борются две интерпретации, то нормальный исследователь, конечно, должен спросить своего респондента о том, какая интерпретация ему ближе. В целом просто предложил одной интерпретацией в качестве интерпретации по умолчанию, спросив по большому счету, согласны ли вы с тем, что люди, которые действовали беззаконно, действовали не по закону. Ну и получил с одной стороны предсказуемое, с другой стороны парадоксальное количество людей, которые сказали да нет, мы не согласны. И я думаю, что очень хорошо, что в целом был подвергнут довольно жестокой критики за этот вопрос. И я думаю, что очень хорошо и правильно, что коллеги нашли в себе силы признать эту ошибку, это очевидная ошибка. Она, в общем, к разговору о том, каким образом вопросов повлияет на политическое поле, она, конечно, повлияла на политическое поле, но через некоторое время появились более взвешенные формировки от Левада-центра, которые, кстати, тоже не... Ну, никто не страхован от ошибок, у них тоже бывают свои странные формировки, но в данном случае у них были гораздо более взвешенные вопросы, которые показали, собственно, что уровень сочувствия, во-первых, незарегистрированным кандидатам в Москве высок, во-вторых, конечно, возмущение действиями полиции высок, и в-третьих, что очень важно для московских выборов, уровень осведомленности о том, что происходит, высок. И вчера были опубликованы новые данные опросы Левада-центра уже по всей стране, которые показали, что, в общем, сходные тенденции можно наблюдать в России и в целом. Во-первых, люди осведомлены более-менее о том, что происходит в России, они не считают, что... В целом не считают, потому что там есть некоторое разделение, но в целом не считают, что происходящее является там, инспирированные за границей, например, и, в общем, сочувствуют людям, которые выходят на улицу и и тому, там, тем воздухом, с которым они на улицу выходят. Что касается... Да, и, собственно, почему это важно, да, потому что это говорит о довольно высоком уровне раздражения, которое может выплеснуться в протестное голосование 8 сентября. 8 сентября в России выборы во многих местах, не только в Москве, а в целом ряде регионов, да, и в Москве это просто парламент выбирает, в целом ряде регионов выбирает, например, губернатор. Вот такие настроения, в принципе, могут выплеснуться в виде протеста и дать неожиданный результат. Случится это или нет, мы не знаем. Но, что я точно могу сказать, что один из самых, ну, как бы, прагматически бессмысленных показателей, которые изверяются вопросам общественного мнения, это готовность протестовать. Вот, если вы посмотрите на все серьезные, мощные протесты, массовые выступления, демонстрации, которые приводили каким-то серьезным политическим эффектом, то почти никогда их не удавалось напрямую предсказать с помощью опроса. По очень простой причине. Потому что, когда человек спрашивает, а вы, как бы, готовы протестовать или нет, то в нем, как бы, отвечают одно, а на следующий день, после того, как он сказал, что я не собираюсь протестовать, никогда в жизни не буду заниматься, его на улицу ведет другое. Не нужно думать, что люди, такие последовательные аппараты, в которых есть какой-то протестный датчик, который показывает определенные значения и определяет, будет ли человек протестовать завтра или нет. Это очень ненадежный вопрос, а в нем с точки зрения прогнозируемости нет большого смысла. Егор Жуков, студент Высшей школы экономики, задержанный во время протестов, его сейчас поместили под домашний арест. Это дело громко очень освещается, и многие люди выступают, в том числе, в поддержку Жукова. Какие настроения по поводу случившегося в Высшей школе экономики? Где вы преподаете? В Высшей школе экономики, во-первых, есть очевидное единение в поддержку просто конкретного человека. И, в общем, люди стараются, очень многие люди, мне кажется, что это просто консенсус на той университете, я не слышал ничего другого. Весь университет пытается помогать конкретному студенту, потому что это наш человек, это член нашего сообщества, у нас есть у всех глаза, мы видим, чем занимается Егор, мы понимаем, что он ничего противозаконного не совершал, совершенно независимо от наших политических взглядов, от того, поддерживаем мы его или не поддерживаем, поэтому здесь нет никаких сомнений, университет за конкретного человека. Значит ли это, что университет занимает какую-то политическую позицию, которая совпадает с позицией? Вовсе не обязательно. Университет вообще не должен занимать политическую позицию, и с этим связана вторая особенность нынешней ситуации. К сожалению, проректор Высшей школы экономики пошла на эти выборы в Московском государственном деле, я говорю о Валерике в Самаре. Разумеется, как любой гражданин России она имеет право пойти на выборы, но пошла, заявив, что она кандидата университета, что, во-первых, сама по себе неправильно, во-вторых, ее никто не уполномочивал это делать, университетское сообщество, в общем, не голосовало за нее кандидатом университета, и, в-третьих, она еще и пошла на выборы, в которых, в общем, происходят вот такие вещи. В этой части я бы сказал, что в Высшей школе экономики это интенсивная дискуссия, в целом поступок Косомары вызвал довольно большое раздражение. Мы видели очень большое открытое письмо, адресованное Косомаре сообществом Высшей школы экономики профессорами, студентами, выпускниками, там были, я потерял счет, я думаю, что там, может, до тысячи подписей дело дошло. Конечно, ну, людям не нравится, что Валерий Косомара берет на себя право представлять университет. Это связано с ситуацией с Егором Жуковым, потому что одно дело, что мы действительно поддерживаем, в данном случае, поддерживаем нашего студента, члена нашего сообщества, и считаем, что он должен быть освобожден, не занимая при этом никакой политической позиции, а другое дело, что мы совершенно последовательным образом должны воздерживаться от того, чтобы университет вставал на какие-то позиции в политической борьбе за московскую мэрию, против московской мэрии, совершенно не важно, университет не должен занимать политической позиции. Братесты молодеют, и мы это видим, об этом говорят. Как вы считаете, основная причина того, что именно молодежь сегодня, совсем юная молодежь, выходит на митинги? Это коммуникационная причина, это две причины, коммуникационная и стилевая. Стилевая вот в чем состоит. Каждый, кто видел, как устроена российская предвыборная кампания, в общем, знаешь, это чудовищная Тоска, на самом деле. Обычно все кандидаты, все партии выставляют более-менее одинаковых кандидатов, какие-то унылые мужики в пиджаках, которые всячески говорят, что они имеют какое-то отношение к начальству, они распространяются в листовке, в которых обычно там рецепты борща из резиды или там лимонного пирога. И, в общем, более-менее понятно, что они работают с одной очень небольшой аудиторией. Это, как правило, пенсионеры. Собственно, эта аудитория является справа находящейся на выборы, ее легко административно мобилизовать разными способами, она обычно дает результат. Все остальные на выборы в общем и целом ходить не склонны. Это, конечно, создает дикое отчуждение от политики в России. Как только появляется немножко другой формат компании, например, в данном случае с выборами в Мосгордуму, где у людей есть возможность что-то повлиять серьезно, ты можешь включиться в эту компанию, ты можешь поработать сборщиком, ты можешь привлечь людей, ты можешь что-то предложить, ты можешь предложить новые технологии сбора подписей, ты можешь, не знаю, расклеить стикеры. В общем, есть возможность вовлечения, есть четкое ощущение, что ты можешь повлиять на исход этой компании. То, конечно, люди начинают вовлекаться. И в первую очередь молодежь, потому что вот этот такой геронтократический стиль, который мы наблюдаем, он, конечно, для молодых людей просто пугающий. Он, на самом деле, для большинства пугающий. Есть небольшая группа, для которой он нормальный, но, давайте прямо скажем, эта группа невелика, у нее есть полное право представлять саму себя, но проблема сегодня в том, что она представляет гораздо больше слои, просто чисто математические. Так вот, всем остальным этот стиль не нравится, молодежи в первую очередь. Когда есть возможность в чем-то активно поучаствовать, молодые люди начинают включаться. Поэтому, мне кажется, что мы сегодня имеем дело с надвигающим переломом политического стиля, и мы видим, что молодые люди вовсе не так аполитичны, как про них приняты думать. Они аполитичны относительно текущей политики. Слушайте, но относительно нее, в общем, трудно не быть аполитичными. Это же какое-то безумие. Это одна причина. А вторая причина – это коммуникационная причина. Вот сейчас мы видим по этим вопросам, про которые я упоминал, что есть резкий разлом между более пожилыми и более молодыми группами. Я сказал, что разлом даже идет не по линии молодежи против остальных, а скорее пожилые против остальных в отношении к событиям, которые происходили в России летом. И это очень связано с медиапотреблением. С тем, потребляют люди информацию только из телевизора, или они используют множество каналов. Поскольку, конечно, для молодых людей потребление информации только из телевизора не типичных, то помолодение политики, которое мы видим, оно, конечно, связано с тем, что возникают другие каналы информации, люди начинают получать информацию из других каналов, и сразу оказывается, что все не так однозначно, и все можно на ситуацию смотреть по-другому. У нас, конечно, еще одна небольшая вещь, которую я отмечу, это, конечно, появление молодых политиков. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Еще раз. Это я. У меня такой вопрос. Я только что вернулся из России и провел собственное исследование бюджетов миллионных городов Москвы и Санкт-Петербурга. И выборы в местные органы власти это всегда разговор о деньгах. Так вот, не хотите ли вы, как исследователь социальной и экономической ситуации, провести среди москвичей простой вопрос. Не хотят ли москвичи поделиться хотя бы 10% бюджета Москвы, который составляет 2 триллиона 350 миллиардов долларов в пользу всех остальных городов России, что позволит, например, моментально увеличить во всех городах-миллионниках бюджеты в два раза, и в разрыв между, скажем, Самарой, в которой на каждого жителя в год приходится 12 тысяч рублей, и Москвой, в которой на каждого жителя приходится 187 тысяч рублей, составляет 15. Это даже не Украина и не Сингапур. Да, спасибо вам. Вот такой вопрос и реплика. Видите ли, основная проблема в Москве сегодня состоит в том, что не важно, что о чем москвичи хотят или не хотят, важно, что их никто ни о чем не спрашивает. Это наша главная проблема сегодня. И именно эта проблема сегодня обнажилась в ходе летнего кризиса, который в Москве разгорелся, потому что москвичи, черт возьми, хотят, чтобы с ними считались. Именно поэтому они начинают выставлять своих кандидатов, поэтому они добиваются того, чтобы этих кандидатов зарегистрировали, и сейчас, в общем, много разговоров о том, чтобы в ответ на их регистрацию пролосовать протест. Почему? Потому что москвичи хотят принимать решения в своем городе. После того, как они начнут принимать решения в своем городе, вопросы, которые задает слушатель, могут иметь какое-то значение. Какой смысл задать вопрос людям, которые ничего не решают? Сейчас мы находимся на стадии борьбы за то, чтобы что-нибудь решалось. Относительно содержания вопроса, я могу сказать, что, на удивление, межрегиональная асимметрия в Москве очень хорошо осознается. Это тема, которая часто возникает. Я не проводил специального исследования. Мне кажется, что оно еще раз, более-менее, бессмысленно, пока мы не получили право просто выбирать себе собственных представителей. Но вообще эта проблема хорошо осознается. Нужно понимать, что она же в Москве тоже довольно сильно бьет. Потому что, во-первых, Москва становится из-за такой чудовищной асимметрии, она становится центром протяжения для всей гигантской страны. И это создает очевидный визу для тех, кто в Москве уже находится. Конечно, мы должны быть страной гораздо более сбалансированной, гораздо более гармонично развитой, в которой будет много центров. И москвичи, как никто, с этим согласны. А кроме того, вот эти средние цифры, которые там сейчас были названы, они же не имеют никакого смысла. Вообще ни в одном обществе с высоким уровнем неравенства, а в России гигантский уровень неравенства, средние цифры не имеют смысла. Но Москва же тоже город с высоким уровнем неравенства. Внутри Москвы неравенство очень большое. Поэтому вот эти сотни тысяч, по которым говорит слушатель, это, конечно, не те деньги, которые видят москвичи. Не нужно же забывать о том, что все эти сотни тысяч они сконцентрированы в одном хвосте распределения под доходы. Конечно, подавляющим участком исключения по сотням тысяч не имеют. Говоря о действиях силовиков в контексте темы протестов, вы ведь также были задержаны в рамках протестной акции в Москве. В декабре это было, если я не ошибаюсь, по крайней мере, об этом писали. Как это было? Да, писали об этом. Это был декабрь. Да, декабрь. Интересно было изнутри исследовать эту историю, побывать там. Ну, в общем, это интересный опыт. Да, это... Ну, это было, кстати, довольно давно уже сейчас. Но это, да, это, конечно, интересный опыт, который позволяет увидеть, как внутри устроена система МВД, как внутри устроена полицейская работа, как в ней принимаются решения и, собственно, как эти решения пытаются воплощать в жизнь. Но, конечно, самое мощное впечатление у меня с тех пор, я, я, в самом деле, любому человеку, который в России живет, советую это сделать. Я понимаю, что это звучит странно, но я советую вам хотя бы один раз прийти в суд. Просто прийти в суд, неважно, какой процесс, неважно, что будет происходить, может ничего не, просто прийти, посмотреть, как это будет длится. Я обещаю, что вы после этого несколько ночей не будете спать. Потому что, ну, ситуация, когда судебное заседание по этому вопросу длится там минуту, например, или полторы минуты, все будет заседание, сначала до конца, включая, там, включая мнение, включая все показания, включая решения и так далее, все длится полторы минуты, или там две минуты. Это правда производит сильное впечатление. То есть, просто после этого понимаешь, что ты живешь на другой планете. Ну, не то, что Влемент был каким-то сильным сюрпризом, но вот такого большого опыта нахождения в судах у меня не было. Это здорово позволяет прятать мысли политической реальности, в которой ты находишься. Дремени у нас мало, к сожалению, но хочу вас спросить, вы в своих лекциях, опять же, в контексте темы, которые мы сейчас обсуждаем, рассказываете о доктрине негативной свободы и позитивной свободы. Вот, хотелось бы поподробнее узнать о вас об этом, что есть негативная свобода и что есть позитивная. Это разделение, которое было введено в прямом виде таким философом русского происхождения Исаи Берлин. Берлин сказал, что свобода разделяется на два типа. это свобода от и свобода для. Когда мы пытаемся понять, когда мы говорим, что мы хотим быть свободным, то что это значит? Значит, это, что мы хотим быть свободными от внешнего принуждения. В этом случае это негативная свобода. Я просто отрицаю любое принуждение. Проблема с этой свободой стоит в том, что, если мы принимаем концепцию негативной свободы, то, во-первых, невозможно быть свободной полностью, потому что на каждом из нас действует принуждение. С точки зрения этой концепции, то, что я не могу взлететь, это уже делает меня немедленно несвободным. Вот, во-первых. А во-вторых, конечно, вот эта самая радикальная негативная свобода, она на самом деле приводит к распространению в обществе таких ну, что ли, настроений вот делать, что хотите, только ко мне не лезьте. Мне все равно, что у вас там происходит, вот меня не трогайте. Моя хата с краю. Это не мое дело. Не надо меня в это вмешивать. У меня своя жизнь и так далее. Когда мы пытаемся оттолкнуть от себя любое решение общих проблем, любое решение коллективных вопросов. Да, конечно, у негативной свободы есть своя сильная сторона. Понятно, что, когда мы имеем дело с радикальным подавлением человека, то негативная свобода необходима. Но в странах вроде России мы, конечно, имеем не только Россию, это вообще на самом деле у многих странах мира сегодня можно видеть. Мы имеем, конечно, такой эксцесс негативной свободы, ее избыток, когда люди действительно не готовы вступать ни в какие отношения. И здесь возникает понятие позитивной свободы, про которую можно говорить долго, но в основе которой лежит очень простое соображение. Его такой немецкий поэт Пауль Нотт сформулировал очень ясно и лаконично. Он сказал, невозможно быть свободным в одиночку. Для того, чтобы человек был свободным, ему нужно быть свободным вместе с другими. Он должен иметь потенцию, иметь возможность для действия, созидательного действия вместе с другими. Для действия на общее владо. Вот в этом смысл позитивной свободы. Социология и религия противоречат друг другу? Это очень большой вопрос. Я бы здесь сослался на классика социологической теории Эмиля Дюльгейма, который говорил, что не только не противоречат, но и современного общества могут даже помогать. К сожалению, да. Время у нас подошло к концу. Спасибо вам, что вы вышли к нам в эфир. Социолог и философ Григорий Юдин был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания.